Ну, во-первых, хочу Тюмень поздавить с победой. Наверное, Тюмень воздалось за все игры, где они играли и в Екатеринбурге, и с торпедо, и еще игры, где команда проигрывала, имела хорошие моменты и не забивала. Наверное, сегодня залетело все, что можно, и залетело нам. Потому что я много игр смотрел и видел, что Тюмень по игре никому не уступала вообще. То есть любой команде эти брать, Тюмень играющая команда. Нам залетело, наверное, все. Если честно, я ребятам сейчас сказал, футбол, у меня даже, знаете, язык не поворачивается сказать, что все были плохие, все были ужасные или, знаете, ужасная игра. Нет, мы играли в футбол, мы играли в футбол. Просто вот эти моменты, еще раз говорю, это какая-то беда, когда на стандартах не доигрывают футболисты, не доигрывают. Конечно, 2-0 это хорошее начало для Тюмени, но очень для нас плохое. Но мы вернулись в игру и играли, и довольно-таки в первом тайме могли уже как бы сравнять счет, если бы, допустим, Ян Цейс был бы поудачливей в концовке, могли бы уже и сравнять. Поэтому я считаю, что мы выглядели довольно таки неплохо по игре в каких-то моментах, потому что Тюмень начала играть в каких-то моментах от обороны и довольно таки не просто вскрывать команду, когда вся практически команда за линией мяча. Но у нас это получалось, у нас были неплохие подходы. Еще раз говорю, что если бы немножко поудачливей были, наверное, могли бы на перерыв уйти со счетом 2-2. Второй тайм, второй тайм, еще раз сказал. Неплохо комбинировали, довольно-таки неплохо комбинировали, и моменты были, и подходы хорошие были. И при счете 2-1 Ломакин, Сашка, не попадает там с 11 метров, бьет выше ворот. Плюс у него момент еще в первом тайме был, когда он также ударил. Вот, то есть, как бы сказать, что все ужасно, нет, но глядя на табло, на табло, ты понимаешь, что это безобразие по табло, если взять 4-1 счет. Если брать, допустим, которую игру ребята провели, то еще раз говорю, что были моменты, были хорошие моменты. И поэтому, знаете как, смотришь на игру и понимаешь, что как бы все довольно-таки моментами неплохо, если не брать вот эти простые пропущенные мячи. Простые пропущенные мячи. Но, видимо, был день такой, когда нам, наверное, должно было залететь. Залетело все от Тюмени. Тюмени воздалось за все игры, а нам, не знаю почему, залетело все, что можно. А мы не забили. Не забили, имея хорошие моменты. Так что, знаете, как с одной стороны, вроде бы, ты смотришь на игру, которая была моментами, понимаешь, что вроде бы неплохо. Но, когда ты обращаешь внимание на результат, ты понимаешь, что ужас. Вот о чем я говорю, когда вроде бы что-то получается, что-то получается, и довольно-таки неплохо. И подходы, и контроль мяча, и в середине, и вскрывали, и фланги вскрывали. Много передач было обостряющих, много было подач было. Понимаете, вроде бы все получается, и ты думаешь, ну вот-вот-вот. И как раз у Сашки Ломакина вот этот момент был, когда ударил вверх, там сколько, я не знаю, оставалось времени. Вроде бы, и сразу получаешь третий гол. То есть, знаете, как вроде бы должны сравнять, и психологический момент, как бы, на нашей стороне, и ты пропускаешь вроде бы не после комбинации, а такой быстрая атака, плюс, опять же, с нашей ошибки, прострела ворота. И, знаете, как все сломалось. Наверное, все сломалось. Вот. Знаете, когда не забиваешь ты, забивает тебе. Ну, вот такой момент сегодня был. Андрей Григорьевич, вы затронули, соответственно, на первый вопрос, с теми стандартов, с теми главных. Сколько я не видел матчей у НС, может быть, как-то это стандарты, или это сегодня нормально, как-то шло. Это не систематически. Это нет. Мы со стандарта пропускали только, когда торпеды на последней секунде, когда отбросили. И примерно с этой же позиции, когда сыграл защитник наш, прозевал, как раз нам забили на 95-й минуте уже с торпеда. И сейчас опять идет передача на дальнюю штангу. И, ладно, головой бы скинули туда, обратно. Но мяч опустился вниз, и ногой сыграли туда. И получилось как бы оттуда передача, и здесь забивается. То есть нельзя это делать. Нельзя это делать. За это мы, конечно, будем штрафовать. У нас есть определенный момент, потому что футболисты должны понимать, что, я понимаю, можно в игре ошибиться, но при стандартах ошибаться нельзя. При стандартах. Потому что вот у нас, можно сказать, что Тюмень два раза дошла до ворот, заработала два стандарта, и мы играем счет 0-2. Конечно, довольно-таки непросто потом скрывать оборону и не пропускать быстрой атаки. Так что еще раз говорю, сегодня это, вот именно, как раз, я думаю, два стандарта как раз повлияли на игру. Потому что психологический момент, когда ты вроде бы играешь неплохо два раза доходит до ворот и счет 0-2, это дает силу. Тем более Тюмень немного забивает, а тут сразу 2-0. Психологический момент у Тюмени, конечно, был большой в этот момент. А у нас, видите, как много подходов, много каких-то прострелов, передач. И, знаете, где-то не идет, где-то не лезет. Настроение поднялось, поэтому, ну, эмоциональная игра и долгожденная победа, даже что-то об игре говорить не очень хочется, да, в этом. Вопросы есть? Задавайте. Ну, по счету, по счету, наверное, да, по счету, да. Скажем, по содержанию игры у нас и неплохие матчи тоже были, да. По сожалению, мы не выиграли, там, по моментам тоже были. Ну, наверное, сегодня такая была, знаете, самоотверженная победа, да. То есть, наверное, тоже там никого равнодушных, а, наверное, супер, супер настрой. Мы давно не выигрывали, мы, там, находимся, да, в опасной зоне, там. Поэтому все довольны, все рады и надеемся, что эта победа нам придаст уверенности. Ну, я бы не сказал, что у Несея проблемы на стандартном положении, просто у нас так сложилось, да, и все равно мы готовились, мы там, да, отрабатывали, тренировали, там, в какие зоны подавать, куда подавать. Ну, и хорошо, что кому куда бежать, понятно, что там первый гол, наверное, там, с добиванием, там, да, Максим забил. Ну, второй мяч, мне показалось как раз вот то, что мы, о чем мы говорили, он как раз и прилетел. Наверное, скажу, что не у Несея проблемы, а то, что вот мы так качественно сработали. Субтитры сделал DimaTorzok